Пятый том Добротолюбия, страница 458. Симеона Нового Богослова. Слово о вере. Ибо и те, которые вращаются в многолюдстве и проводят жизнь в преволнениях мира, если ведут себя как должно, обретают спасение и сподобляются от Бога великих благ ради веры, которые показывают к нему, чтобы в день суда ничего не имели сказать в оправдание свое те, которые не обретают спасение по причине лености своей и нерадения. Так истинен тот, кто обетовал даровать спасение ради веры в него. Итак, братья мои возлюбленные, попечальтесь о себе самих и о мне, не любящим вас и многократно проливающим слезы о вас. Ибо благоутробный и милостивый Бог повелел и нам быть благоутробными и милостивыми, и печалиться как о себе самих, так и друг о друге. Веруйте от всей души в Господа, ненавидьте мир сей, как подобает, и не пекитесь о временных и неверных благах Его, но приступите к Богу и прилепитесь к Нему, ибо пройдет еще немного времени, и настанет конец мира этого и настоящей жизни. И горе тем, которые испадут от Царствия Божия. Меня душа слезы, я плачу и скорблю от всего сердца, когда помышляю, что, имея такое великодоровитого, такого человеколюбивого владыку, который за одну искренне являемую к Нему веру дарует нам столь великие и дивные блага, и ум, и слух, и чаяния превосходящие, мы, не подумавшие подобно бессловесным животным, предпочитаем всему тому землю и земное, которое по благоутроби Божию даровано нам на потребу тела нашего, что, между тем, как оно было бы над тем питаемо, умеренно, душа беспрепятственно совершала течение свое к примирному, будучи сама питаема умной пищей, исходящей от благодати Святого Духа, по мере очищения ее и обновления. Ибо для того мы, люди, созданы от Бога разумными, что прославляли Его, благодарили, и любили за невеликие блага, дарованное им для настоящей жизни. И таким образом сподоблялись получить в будущей жизни благо великие и вечные. Но горе нам, что, не имея совершенно никакого попечения о будущем, мы пребываем неблагодарными Богу и за настоящее, уподобляясь демонам, или, лучше сказать, являясь хуже их. За это справедливо большему, чем они, должны мы подлежать мучению. Ибо мы больше облагодетельствованы, чем они, соделались христианами, получили столько духовных даров, веруем в Бога, который соделался ради нас человеком, претерпел такие страдания и крестную смерть, чтобы избавить нас от заблуждений, прелести и греха. Но что скажу на все это? Увы, нам, на словах только веруем мы в Бога, а делами отвергаемся Его. Не во всяком ли месте именуется Христос, в городах, селах, киновиях и горах, не всюду ли находятся христиане? Но разыщи, если это окажется тебе благосклонным, и расследуй до точности, исполняют ли они заповеди Христовые поистине. Среди стольких тысяч и мириад с нуждой найдешь одного, который и делом, и словом есть христианин. Не сказал ли Христос и Бог наш, верующий в Меня, дела, которые делаю Я, и Тот сотворит, и больше сих сотворит? Но кто из нас дерзнет сказать, я творю дела Христа и верую в правого Христа? Но видите ли поэтому, братья мои, как в день суда мы имеем оказаться неверными и быть преданными горшим мукам, чем те, которые совсем не знали Христа, то есть неверные? Одно из двух необходимо. Или нам быть наказанными больше неверных, или Христу оказаться неверным Слову Своему. Что невозможно. Написал я это не для того, чтобы помешать кому удалиться от мира, и не потому, чтобы предпочитал безмолвию жизнь среди мира. На что бы удостоверить всех, которые будут читать настоящее сказание? Что желающий творить добро получает от Бога силу творить, и он ее во всяком месте, и среди мира, и в безмолвии. Напротив, предмет этого сказания таков, что еще более должен подвигать к отшельничеству. Ибо если тот, кто вращался среди мира, и не думал никогда ни об отречении от мира, ни о нестяжательности, ни о послушании, такую и милость получил от Бога за то одно, что от всей души поверил и призвал Бога, то какие блага получить подобает, надеясь, тем, которые, оставляя весь мир и всех людей, предают и самую жизнь свою на смерть за заповедь Божию, как он повелел. Впрочем, кто начнет творить добрые дела с верой несомненной и с усердием великим и чувствовать пользу от этого бывающего, тот сам собой и познает, что забота мирская, пребывание и вращение среди мира служит великим препятствием для тех, которые желают жить по Богу. Бывшись с юношей тем, как мы сказали, есть нечто дивное и необычайное, и мы не слыхали, что подобный добрый случай был с другим тем. Но если и был с немногими какими, или будет после, доведают они, что если не удаляться от мира, то скоро очень потеряют полученное благо. О том юноше после я узнал от него же самого еще и следующее. Я встретил его, когда уже он стал монахом и провел в монашеской жизни года три или четыре. Было ему тогда тридцать два года. Я знал его очень хорошо. Мы от юности были друзьями и воспитывались вместе. Так он рассказал мне еще следующее. После того дивного видения и изменения, бывшего во мне, немного прошло дней, и как со мной случилось многие искушения мирские, по причине которых во время совершения многих тех сокровенных по Богу деланий, я увидел в себе, что мало-помалу лишаюсь блага благоонного, и сильно возымел желание удалиться от мира и в уединении искать Христа мне явившегося. Ибо верую в братья, что для того он и благоволил явиться мне, чтобы взять к себе и меня недостойного, отделив от всего мира. Но как я не мог этого исполнить тогда же? То мало-помалу забыл все, что предсказывал тебе прежде, и впал в совершенное омрачение и нечувствие, так что не помнил уже ничего из того, что сказывал тебе, ни малого, ни большого, до самого малейшего движения мысли или чувства. Затем впал я еще в большее зла, чем прежде, и пришел в такое состояние, как бы никогда и не слыхал слов Христовых и не понимал их. Но и на святого того, который так милостив был ко мне и дал мне малую заповедь и книжи со святого Марка. Смотрел я, как на одного из случайных людей, нисколько не помышляя о том, что видел относительно его. «Это я сказываю тебе подробно», — говорил он далее, «для того, чтобы ты знал, в какую глубину пагубы не спал я, окаянный, по нерадению своему и поделился неизреченной благости Божией, явленной на мне потом. Не умею тебе сказать, как без моего ведома остались в бедном моем сердце любовь и вера к тому святому старту, но думаю, что ради их после столького времени человеколюбивый Бог по молитвам, его умилосердился надо мною и опять через него же исхитил меня из прелести и исторк из глубины зол. Я недостойно не совсем отдалялся от этого старца, но когда бывал в городе, часто заходил к нему в келью и исповедовал ему бывающее со мной, хотя и не исполнял заповеди его бессовестные. Теперь же, когда видишь, милосердный Бог презрел много-множества грехов моих и устроил мне сделаться монахом от того самого старца и сподобил всегда пребывать с ним вместе мне поистине недостойному, после чего с великим трудом и с обильными слезами, при решительном отчуждении отделения от мира, совершенном послушании, отсечении своей воли, многих других делах и приемах строгого самоумерщления и неудержимом стремлении ко всему доброму. Удостоился я опять увидеть, хотя некоторым образом, примрачно, малый луч сладчайшего онного и божественного света. По такому видению, но такого видения, как то, которое видел тогда, даже доселе не сподобился еще и увидеть опять. «Это и многое другое», — говорил он мне со слезами. Я же, бедный, слушая такие святые слова, его подумал, что он весь был исполнен божественной благодати и был премудр при всем том, что не был научен внешней мудрости. Получая ведение, отделание и опыта, стяжал он точнейшее познание духовных вещей. Почему я просил его сказать мне, что это за вера, которая может производить такие дивные явления и преподать мне то письменно, с приемом учительским? Он тотчас начал говорить мне о том, и что говорил, то и писать не поленился. Что именно то, чтобы не удлинить безмеры теперешнего моего слова, я напишу в других словах, в обрадовании и услаждении тех, которые любят читать такого рода писания с верою. Итак, прошу вас, братья мои, потечем с усердием и себе путем заповедей Христовых, и лица наши не постыдятся. Но как тому, кто толчет, терпением стучит, Господь отверзает двери царствия своего, по обетованию своему, и тому, кто ищет, дает Духа Всесвятого, и невозможно тому, кто ищет от всей души, не найти его, и не обогатиться норами его. Так и вы, несомненно, получите дивные блага от него, какие уготовал он любящим его. Здесь отчасти, как укажет мудрость духовная, а в будущем веке всецело, со всеми от века святыми во Христе Иисусе Господе нашим, которому слава во веки веков. Аминь. Первое. О трех образах внимания и молитвы. О первом образе. О втором, о третьем. Есть три образа внимания и молитвы, которыми душа возвышается и преуспевает, или не извергается и гибнет. Кто эти три образа употребляет в свое время и как следует, тот преуспевает. А кто употребляет их неразумно и не во время, тот не извергается. Внимание так должно быть связуемо и неразлучно с молитвою, как связанное неразлучно тело с душою. Внимание должно идти вперед и сторожить врагов, как некий страж. Оно первое пусть вступает в борьбу с грехом и противостанет злым помыслам, входящим в душу. А позади внимания пусть следует молитва, которая истеребляет и побивает тотчас все те злые помыслы, с которыми перед всем вело брань внимания. Ибо одно оно не может их побивать. На этой брани внимания и молитвы с помыслами висит жизнь и смерть души. Если вниманием храним молитву чистую, то преуспеваем. А если не внимаем, чтобы хранить ее чистую, но оставляем неохраняемую, и она оскверняет со злыми помыслами, то бываем непотребными и безуспешными. Итак, поскольку есть три образа внимания и молитвы, то надлежит нам показать отличительные свойства каждого образа, чтобы любящий спасение избрал лучшее. Отличительные свойства первого образа таковы, когда кто, стоя на молитве и воздевая на небо руки свои и очи, свой и ум свой, держит в уме божественные помышления, воображает благо небесное, чины ангелов и обители святых, и кратко, все слышанное в божественных писаниях собирает в ум свой и рассуждает о том, тогда во время молитвы, зря на небо и подвигает тем душу свою к вожделению и любви Божией, а иной раз извлекает даже слезы и плачет, то это будет первый образ внимания и молитвы. Но при этом образе молитвы, если кто на нем одном останавливается, бывает, что мало-помалу молящийся так начинает кичиться в сердце своем, сам того не понимая, ему кажется, что дело мое им есть от благодати Божьей вытешение ему, и он молит Бога сподобить его всегда пребывать в таком делании. А это, то есть так думать о всем образе молитвы, есть знак прелести, ибо добро уже не добро, когда то бывает добрым образом, недобрым, и как следует. Такой человек, если убезмолвится крайним безмолвием, то есть делается исахастом, затворником, то ему едва ли можно иступить из ума. Будет он находиться в крайней опасности, пострадать сие. Но если и случится, что не иступит он из ума, все же невозможно ему будет стяжать добродетели или бесстрастия. На этом пути, стоя, прещаются и те, которые видят свет телесными очами своими, обоняют благовоние обонянием своим, слышат глаз и ушами своими, и подобное. Некоторые из таких взбесновались и в безумии ходят с места на место. Другие престились, приняв дьявола, преобразившегося и явившегося им в виде ангела света, а они того не распознали и остались неисправимыми до конца, не хотя слышать совета ни от какого брата. Иные из таких сами себя лишили жизни, быв подвигнуты на то дьяволом. Иные бросились в пропасть, иные удавились. И кто может пересказать разные прелести, какими прещает их дьявол, когда они неисчислимы? И сказано нами, всякий разумный человек может понять, какой вред происходит от этого первого образа внимания и молитвы, если почитать его последним пределом совершенства в молитве. Если же и случится кому из употребляющих этот образ не пострадать, претерпеть никакого из тех зол, о которых мы слышали, по причине сожительства с братьями, потому что им подвергаются особенно те, которые живут уединенно, то все же он всю жизнь свою, будет непреуспевшим в духовной жизни. Второй образ есть такой, когда кто сводит ум свой внутрь себя, отвлекая его от всего чувственного, хранит чувства свои, собирает все помыслы свои, чтобы не скитались по суительным вещам мира сего, и то исследует помыслы свои, то вникает в слова читаемые молитвы, то возвращает назад помыслы свои, если они бы, всплнены дьяволом, унеслись к чему суетному и худому. Кто с большим трудом и самопонуждением напрягается прийти с себя самого, если бы он был возобладан и побежден какой-либо страстью. Отличительная черта этого дела та, что оно происходит в голове, мысли с мыслями борются. Имея такой подвиг и такую брань с самим собою, но не может он мирствовать в себе никогда и не находит времени заняться деланием добродетелей, чтобы получить и венец правды. Такой человек подобен ведущему брань с врагами своими ночью в темноте, который слышит голоса врагов своих и принимает удары от них, но не может ясно видеть, кто они такие, откуда пришли, как и для чего бьют его, потому что сам он пребывает в голове, а помышления злые исходят из сердца. Он и не видит их, так как не внимает сердцу. Тьма, которая в уме его, и буря, какую имеет он в помыслах своих, причиняет ему сей ущерб, то есть не дают ему видеть это. И нет ему возможности ускользать от врагов своих демонов, чтобы они не поражали его. Тщетно подъемлет он труд несчастный и даже совсем теряет мзду свою, если при этом и сам не замечает его. Возобладан бывает тщеславием, воображая, что надлежаще внимает себе. В гордости своей презирает он других и осуждает их, а себя самого хвалит, мечтая при этом, что достоин быть пастырем словесных овец и руководит других. И походит он на слепца, который берется водить других слепцов. Такой второй образ внимания и молитвы. И всякий, желающий себе спасения, должен знать ущерб, причиняемый им душе, и добре внимать себе. Впрочем, он лучше первого, как лучше ночь лунной, ночи темной, в которую не светит луна. Третий образ воистину дирин есть и неудобно изъясним. И для тех, которые не знают его опытно, не только неудобно понятие, но кажется даже невероятным. И они не верят, что подобная вещь была на деле. И в самом деле, в наши времена этот образ внимания и молитвы встречается не у множайших, а у весьма немногих. И, как мне думается, благо сие убегло от нас вместе с послушанием. Послушание, если кто возымеет его к духовному отцу своему, в совершенстве, делает его беспопечительным относительно всего, так как он всю печаль свою однажды навсегда возверг на духовного отца своего. Почему, будучи далек от всякого пристрастия мирского, он является способным к тому, чтобы быть весьма ревностным и неленостным делателем всего третьего образа молитвы, если, впрочем, нападет и на духовного отца истинного, который сам не состоит в прелести. Ибо кто посвятил себя Богу и всю печаль свою возвергнет на него и на духовного отца своего, так что по истинному послушанию перестанет уже жить своей собственной жизнью и творить волю свою, но умрет для всякого пристрастия мирского и для тела своего, такой, какой превременной вещью может быть побежден и порабощен, или какой попеченье и какую заботу может иметь. Вследствие этого этим третьим, бывающим вместе с послушанием, образом внимания и молитвы, все козни и хитрости, какие бы ни употребляли демоны, чтобы увлечь ум его к помыслам многим и разнообразным, бывают уничтожаемы и рассеиваемы, ибо тогда ум такого человека, будучи свободен от всего, имеют благовремение и без всякой помехи исследовать наносимые демонами помыслы и с великим удовольствием отгонять их и чистым сердцем приносить молитвы свои Богу. Таково начало истинной жизни духовной, и которые не полагают такого начала, напрасно трудятся, сами не зная того. Начало этого третьего образа не то, чтобы возревать на небо, воздевать руки свои горе, иметь ум свой в том, что на небе. Это, как мы сказали, есть принадлежность первого образа и недалеко от прелести. И не то, чтобы хранить умом своим чувства и на это обращать все свое внимание, а на внутренние брани душевные, причиняемые врагами, не смотреть. Они смотрят и борются, но все в голове и не остерегаются их. Это принадлежность второго образа. И кто употребляет это, попадет в рабство демонам и не может сотворить отмщение сим поработителем своим. Но враги непрестанно борют его явно и тайно и делают его тщеславным и гордым. Но ты, возлюбленный, если хочешь спастись, начни дело таким образом. После становления в сердце совершенного послушания, какое, как мы сказали, должно тебе иметь к духовному отцу своему, и все прочие дела свои делай с чистой совестью, как бы ты был перед лицом Бога. Ибо без послушания невозможно быть совести чистой. Совесть же свою хранить чистой должен ты в трояком отношении, в отношении к Богу, в отношении к духовному отцу своему и в отношении к прочим людям, также к вещам и предметам мира житейским. В отношении к Богу долг имеешь хранить совесть свою чистой, не позволяя себе делать ничего такого, о чем знаешь, что оно не упокоивает Бога и неприятно ему. В отношении к духовному отцу своему делай одно то, что он заповедует тебе. И ни больше, ни меньше того, не позволяя себе делать, но шествуй по намерении его и по воле его. В отношении к другим людям соблюдешь совесть свою чистую, не позволяя себе делать им ничего такого, что сам ненавидишь и чего не желаешь, чтобы они делали тебе самому. И в отношении к вещам долг имеешь хранить совесть свою чистую, употребляя их всегда, как должно, именно пищу, питье, одежду. И вкратце, все делай так, как ты был бы перед лицом Бога. И ни в каком деле не допускай себя до того, чтобы обличало и уязвляло тебя совесть, что ты не сделал его хорошо. Действуя таким образом, ты уравняешь себе истинную и незаблудную стезю к третьему образу внимания и молитвы, который есть следующий. Ум, быть в сердце, отличительная черта этого третьего образа молитвы, да хранит сердце в то время, когда молится, и внутри него довращается неотходно, и оттуда из глубины сердца да высылает молитвы к Богу. В этом все. Трудись так, пока вкусишь Господа. Когда же, наконец, ум там внутри сердца вкусит и чувством ощутит, как благ Господь, и усладится там, наш труд, вкушение же сие, есть действие благодати в смиренном сердце. Тогда не захочет он уже отдаляться от места сердечного. Тогда скажет он и те слова, какие сказал апостол Петр. Хорошо нам здесь быть. И всегда уже будет взбирать туда, внутрь сердца, и там неисходно вращаться, отгоняя все помыслы, севаемые дьяволом. Это третий образ внимания и молитвы, как ему следует быть. Для тех, которые никакого не имеют сведения об этом деле и не знают его, оно большей частью кажется трудноватым и утеснительным. Но те, которые вкусили сладости, какую оно имеет, и усладились ею в глубине сердца своего, эти взывают с божественным Павлом и говорят, кто отлучит нас от любви Христовой и прочее. Почему святые отцы наши, слыша Господа, говорящего, что из сердца исходит помышление злоеубийства, прелюбодеяния, любодеяния, воровство, уже свидетельство хулы, и что сие всю суть сквернит человека, слыша также, что в другом месте Евангелие заповедуется нам очищать внутренние посуды, да будет и внешнее чисто. Оставили всякое другое духовное дело и стали всецело подвязаться в этом одном делании, то есть в хранении сердца, будучи уверены, что вместе с этим деланием удобно стяжут и всякую другую добродетель, а без него не могут установиться ни в одной добродетели. Это делание некоторые из отцов назвали сердечным безмолвием, другие назвали его вниманием, иные трезвением и противоречием помыслу, иные еще рассмотрением помыслов и хранением ума. Они все в нем преимущественно упражнялись, им сподобились получить божественные дарования. Его разумеет и эквесиас, когда говорит, веселись, юноша, в одни юности твоей, и ходи по путям сердца твоего, не порочен. И чист, удаляя сердце свое от помышлений и злыш. Об этом же самом говорит он и в другом месте, что если найдет на тебя прилог дьявольский, то не позволяй ему войти в место твое, разумея, под местом сердца. Эквесиас 10,4 И Господь нам говорит во Святом Евангелии, не возноситесь, не носитесь, как метеоры, и не носитесь умом своим туда и сюда. И в другом месте он же говорит, блажены нищие духом, то есть блажены те, которые не стяжали в сердце своем никакого пристрастия к миру, но бедны всяким помыслам мирским. И все святые отцы много писали об этом. Кто хочет, пусть считает Писание их и увидит. Пусть прочитает, что написал Марк-подвижник, что сказал Святой Иоанн-Лествичник, преподобный Исихий, Хилофей-Синайский, Ава-Исайя, Варсонофий Великий и другие многие. Одним словом, кто не внимает себе и не хранит ума своего, тот не может сделаться чист сердцем, чтоб вподобиться узреть Бога. Кто не внимает себе, тот не может быть нищ духом, не может сокрушаться и плакать, не быть тихим и кротким, не алкать и жаждать правды, не быть милостивым или миротворцем, не перенесть гонения за правду, и, общеговоря, нет возможности стяжать добродетеля иным каким-либо способом, кроме этого внимания. Почему? Более всего другого о нем надлежит тебе приложить старания, чтобы собственным опытом изведать, что я говорю тебе. если желаешь научиться и тому, как следует это делать, я скажу тебе об этом. Три вещи набежит тебе соблюдать прежде всего другого, без попечения о всем, даже благословном, а не только неблагословном и суетном, или иначе умертвиться всему. Совесть чистую во всем, так, чтобы она не обличала тебя решительно ни в чем, и совершенное беспристрастие, чтобы помысл твой не клонился ни к какой мирской вещи. Стоя вниманием внутри себя самого, не в голове, а в сердце, при этом святой Симеон указывает внешние приемы некие, кое и иным соблазнительные отбивают от дела, а у других покривляют самое делание, так как эти приемы по недостатку руководителей могут сопровожаться недобрыми последствиями, а между тем суть ничто иное, как внешнее приспособление к внутреннему деланию, то существенно не дающее, то мы их пропускаем. Существо дело есть приобресть навык стоять умом сердца, в этом чувственном сердце, но не чувственном. Так имей ум свой, чтобы стараться всячески обрести место, где сердце, чтобы обретший его, там уже всецело пребывал ум твой. Ум, подвязаясь всем, улучшит место сердца. Это случится, когда благодать даст сладость и теплоту молитвенную. С этого же момента и потом, с какой бы стороны ни возник и не показался какой-либо помысл, прежде чем войдет он внутрь и помыслится или вообразится, ум тотчас прогоняет его оттуда и уничтожает именем Иисусовым, то есть Господи Иисусе Христе, помилуй мя. С этого также времени ум человека начинает иметь злобу и ненависть к демонам, поднимает на них непрестанную войну и поражает. Прочее же, что обыкновенно последует за всем деланием, с Божьей помощью сам из опыта узнаешь посредством внимания ума и держа в сердце Иисуса, то есть молитву его, Господи Иисусе Христе, помилуй мя. И некто из отцов говорит «Сиди в келье своей, и она научит тебя всему». Вопрос, но почему же первый и второй образ внимания и молитвы не могут доставить этого? Ответ, потому что мы не так употребляем их, как следует. Святой Иоанн Лестничник, уподобляя эти образы как бы лестницы некой о четырех ступенях, говорит «Иные укращают страсти и смиряются, иные поют, то есть молятся устами, иные упражняются в умной молитве, иные восходят созерцания, которые берутся восходить по этим ступеням, не начинают с верхней, чтобы не сходить к нижним, а от нижних идут к верхним, вступают на первую, потом на вторую, далее на третью, наконец на четвертую. И вот каким образом может кто желает подняться от земли и взойти на небо? Во-первых, нужно подвязаться умом и укротить страсти, во-вторых, упражняться в псалмопении, то есть молиться устами, потому что когда умолятся страсти, тогда молитва уже естественно доставляет удовольствие и сладость даже языку, изменяется в благоугодную перед Богом, в-третьих, молиться умно, и в-четвертых, восходить созерцание, первое свойственно новоначальным, второе преуспевающим, третье подходящим к последним степеням преуспеяния, а четвертый совершенным. Итак, начало не другое какое есть, как умоление и украшение страстей, а они не другим каким способом умоляются в душе, как хранением сердца и вниманием, ибо как говорит Господь наш, от сердца исходят помышления злые, которые осквернят человека, сквернят. Там и потребны внимание и хранение, когда же страсти посредством сопротивления сердца усмирятся совсем, тогда ум приходит к возжеланию Бога и ищет содружиться с Ним, для чего умножает молитву, и в ней преимущественно проводит время. От этого возжелания Бога и молитвы ум делается сильным и прогоняет все помыслы, которые вращаются вокруг, чтобы взойти в сердце, поражая их молитвою. И тогда бывает брань. Ведь с великим шумом восстают злые демоны и посредством страстей производят мятеж и бурю в сердце, но именем Иисуса Христа все это потребляется и разливается как воск в огне. Однако ж ибы вызваны и вышат из сердца, они не успокаиваются, но опять покушаются возмутить ум со вне через чувства. Иисуса